Всем привет! Это IT не обойти, я Оксана Очкасова. Мы продолжаем наше путешествие в мир высоких технологий, поэтому садитесь поудобнее, мы начинаем. Уже несколько лет мы слышим про цифровизацию телевизионного вещания, создание мультиплексов и интерактивное телевидение. Мы решили разобраться, что это такое и когда мы сможем его смотреть в Чувашии. Начнем с понятия мультиплекс. Слово мультиплекс — английское заимствование. На языке оригинала буквально значит «многосоставный, сложный». Этим словом называют, например, современный тип кинотеатра. Цифровой мультиплекс — это комплект каналов, которые передаются на одной частоте. В России имеется пока два мультиплекса. Третий скоро станет доступным, но платным. Для приема цифрового телевидения вам понадобится приставка, которая подключается к телевизору, и обычная антенна. Так в чем же преимущество цифрового телевидения, спросите вы? Во-первых, оно бесплатное. Во-вторых, возможность его просмотра не зависит от того, живете ли вы в многоэтажке, где могут возникнуть сложности с установкой спутниковой антенны, или же в частном секторе, куда, как известно, кабельные сети практически не проложены. В-третьих, это возможность просмотра местных новостных информационных врезок. В-четвертых, это мобильность. Используя внешнюю приставку и комнатную антенну, абоненты смогут принимать цифровой сигнал не только в любой точке квартиры или частного дома, но и брать их с собой, выезжая, например, в деревню или на дачу. Помимо этого, есть специальные автомобильные телевизионные приемники, способные принимать цифровой сигнал. В-пятых, на платформе эфирного телевидения будет функционировать система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Как с цифровым ТВ дело обстоит в Чувашии, узнаем в следующем сюжете. Начиналось телевидение с аналогового сигнала. Сейчас в мире используется цифровая технология. Наша страна начала переходить на цифру с конца 2000-х годов. В то время этот процесс был скорее экспериментом в отдельных регионах. Первые каналы, вещания которых велось в новом формате, появились в феврале 2010-го. Сейчас созданы два мультиплекса, пакеты каналов по 10 ресурсов. Их выбирает каждый третий житель России. В Чувашии вещание цифрового эфирного телевидения пока идет в тестовом режиме, сеть строится. При этом уже есть некоторые результаты. Это центр Ленина Чувашской республики. Второй мультиплекс у нас в настоящий момент работает только на городе Чебоксары и Новочебоксарск. К сожалению, пока по решению вещателей, второй мультиплекс работает только в городах с населением выше 50 тысяч человек. Это будет продолжаться до 2018 года. Надеюсь, к 2018 году там примут решение. И после 2018 года охват что первым, что вторым мультиплексом составит практически больше 99% населения. Всего будет задействовано на каждом мультиплексе 42 объекта. Цифровая технология выгодно отличается от аналоговой, лучшей передачи, картинки и звука. Погодные условия на качество не влияют. Кроме того, на одной кнопке могут размещаться целые пакеты телеканалов. Сейчас в республике построено 16 передающих станций. Они ловят сигнал со спутниковых приемников. Передатчики контролируют в столице. Здесь стоит головная станция. Когда программа по строительству сети эфирного телевидения подойдет к концу, в Чувашии будет 42 передающие станции. Пока они строятся, Чувашский телерадиоцентр принимает участие во всероссийской акции «15 добрых дел». РТПЦ дарит социальным объектам комплекты для приема цифрового сигнала. Первой в списке стала Чебоксарская центральная городская больница. Наша больница – первое учреждение, в которой проведена бесплатная передача приставки для улучшения условий пребывания пациентов в стенах нашей больницы. Мы планируем поставить две такие установки. Одна в центральном офисе, а другая – в новом помещении общеврачебной практики. Мы благодарны за великолепную акцию «15 добрых дел», которая сегодня позволяет нашим пациентам находиться в стенах больницы в более комфортных условиях. Теперь у них есть вся возможность быть постоянно в курсе всех событий. Возможность смотреть телевидение высокой четкости получат пациенты нескольких больниц и воспитанники школ и интернатов. Ну а в будущем, когда цифровое эфирное ТВ будет запущено по всей Чувашии, жители республики получат 20 бесплатных федеральных каналов, качество трансляции которых будет только повышаться. Если говорить о вещании эфирном, то следующим этапом будет повышение качества этого вещания, то есть уже HD телевидение, то есть телевидение высокой четкости, улучшение качества картинки. Ну вот телевидение будет развиваться вот в этом направлении – повышение качества и разнообразие. При этом в 21 веке у зрителей появилась альтернатива эфирному телевидению. Речь идет о кабельном, спутниковом и IPTV. Поговорим о последнем. Вещание здесь тоже идет в цифровом формате. Качество передачи сигнала также выгодно отличается от аналогового эфирного телевидения. Кроме того, программы можно смотреть на устройствах. Жители Чувашии достаточно активно пользуются таким телевидением. Мне особенно приятно отметить, что наши интерактивные телевидения действительно ждут. С начала текущего года мы заменили 30 километров медиа на оптику, что позволило получить доступ к цифровому телевидению жителям еще 22 населенных пунктов. Говоря об активности, за 6 месяцев текущего года абоненты интерактивного телевидения компании Ростелеком заказали в услуге видеопрокат более 25 тысяч различных фильмов. А еще нашим абонентам очень нравится, что в интерактивном телевидении доступны все местные телеканалы. Однако не у всех операторов проводного ТВ есть возможность транслировать местные ресурсы. Кроме того, они могут находиться на сотых позициях в сетке. И далеко не все пользователи знают, где можно найти такие телеканалы. Недавно был принят и подписан закон, который закрепит 21-ю кнопку за регионалами. Провайдеры готовы обеспечить исполнение этой нормы. В каждом субъекте Российской Федерации будет определен общедоступный канал, который закрепится сразу на 21-й кнопке после 20 федеральных каналов, которые сейчас входят в мультиплекс. Данный канал будет определен по конкурсу Министерством связи Российской Федерации. И как только данные конкурсные процедуры завершатся, мы сразу разместим его на нашей 21-й кнопке. Таким образом, приезжая в соседнюю область или республику, зритель будет знать, что после 20 федеральных телеканалов находится местный, вещающий на национальном языке. Не знаю, как вы, а я достаточно часто езжу в поездах и вижу, как развивается уровень сервиса и само оснащение вагонов. Пассажиры становятся более привередливыми и сейчас уже недостаточно просто хорошего сервиса. Нормой стало наличие розеток для зарядки телефонов и ноутбуков как минимум в каждом купе. Телевизоры, кофемашины, кулеры и прочее. То же относится и к покупке билетов. Уже нет резона идти на вокзал и стоять в очередях. Достаточно зайти в интернет и через две минуты ты уже счастливый обладатель нижнего места в купе в выбранном вагоне. О новых проектах и планах мы поговорили со старшим вице-президентом РЖД Валентином Гапановичем. Будет сделан наш большой проект «Цифровая железная дорога». Мы вчера обсуждали очень интересное направление в области оказания повышения качества услуг, новых сервисов в области пассажирских перевозок. Это целый блок, который будет охватывать себя не только в области железнодорожного транспорта и услуг железнодорожного транспорта. Это будут интермодальные перевозки, которые будут включать тебя и автобус, и гостиницы, и авиационный транспорт. И все для того, чтобы любой пассажир, если это необходимо, придя на вокзал или сидя дома у себя в квартире, зайдя в интернет, мог не только купить билет на пассажирский поезд, но мог и... Вот мы вчера, я проверил, можно с Сахалина сегодня спокойно приехать в Минск, и с Минска уехать в любую точку СНГ, купив билет ровно там за 2-3 минуты. И эти технологии уже работают, и, конечно, мы их будем и дальше совершенствовать, для того, чтобы наш пассажир, наш клиент, наш потребитель получил новый уровень качества обслуживания на российских железных дорогах. Как видите, РЖД серьезно работает с технологиями, и первые шаги в направлении развития IT-сферы уже давно сделаны. Но это еще не все. Планы у них грандиозные. Одно из планируемых направлений – это развитие интернета вещей. Интернет вещей – это не то, что водное направление, это одно из направлений, которое сегодня активно развивается в мире и в России. В частности, мы придаем это внимание в наших внутренних технологиях уже. Мы с тремя российскими компаниями начали пилотные проекты по выбору наиболее приемлемого для нас и по ценовым критериям, и по технологической эффективности предложения, которые могут быть в дальнейшем реализованы и растиражированы. Достаточно известная уже технология сегодня, распространенная с точки зрения быта и возможностей умных жилых домов. Все это уже работает, действует. Мы сейчас это перекладываем уже на почву промышленности наших железнодорожных технологических процессов. При таких темпах скоро мы с вами будем ездить в умных поездах, которые будут сами включать и выключать свет, подбирать температуру воздуха, включать и выключать воду, варить кофе и много чего еще. И это я не говорю про технологии 5G и 6G, которые ЖД собирается активно использовать в проекте цифровой железной дороги. Развитие технологий дает только одно опасение – насколько это безопасно. Тема гипербезопасности уже актуальна сейчас. Ей занимаются все крупнейшие производители. Как с ней обстоят дела у РЖД? Тема важная, актуальная. Только в последнее время получила некое развитие и поддержку. Мы занимаемся уже много лет этой тематикой. Это специфичная тема, направленная в первую очередь на безопасность продукции, вот той современной, которой мы все сами пользуемся и в быту, и на производстве. Сегодня без компьютера, без робототехники никуда. Все это уже стало элементом нашей повседневной жизни. Эта техника, эта продукция должна быть безопасной для пользователя в первую очередь. Вот что мы подразвиваем под вопросом гипербезопасности, хотя это намного шире, конечно. Мы говорим, продукция, IT, робота, автоматизации должно быть безопасной и надежной. Ну что, надеюсь, что в обозримом будущем мне удастся прокатиться на умном поезде и проверить кибербезопасность систем. Мы много говорим сегодня о будущем, а что же в настоящем. Пока мир устраивает гонки высоких технологий, мошенники грабят доверчивых граждан с помощью СМС и интернета. О нескольких распространенных способах мошенничества расскажем в следующем сюжете. Интернет-штука не только полезная, но и опасная. Там, где есть прямой доступ к доверчивым пользователям, обязательно появляются мошенники. Сегодня мы поговорим про наиболее часто встречающиеся формы интернет-мошенничества и расскажем, как их избежать. Способ первый. Составляем гороскоп. Объявлениями подобного рода просто кишит всемирная паутина. Составить его предлагают бесплатно и быстро. Для этого нужно просто заполнить анкету и указать имя, фамилию, дату рождения и, конечно, адрес электронной почты. Вы отправляете данные и ждете гороскоп. А получаете письмо с указанием номера, на который нужно отправить СМС для получения заказа. Не забывайте, СМС платное. И в лучшем случае с вашего счета спишется рублей 150-200, и вы получите свой гороскоп, но будет он далеко не уникален. В худшем же случае вы просто подарите мошенникам эти деньги, а письма от них еще долго будут приходить в ваш почтовый ящик. Наш совет. Не верьте интернет-астрологам, интернет-гадалкам и прочим шаманам в сети. Хотите сделать точный гороскоп? Найдите настоящего проверенного астролога с рекомендациями и работайте с ним напрямую. Способ второй. Помогите ребенку. Текст о тяжело больном ребенке с фотографией распространяется через социальные сети, форумы или приходит по электронной почте. Автор сообщения рассказывает слезную историю о мальчике или девочке, который болен неизлечимой болезнью, а у родителей не хватает средств на оплату лечения. Всем, кто хочет помочь, предлагается перечислить деньги на банковский счет, реквизиты которого прилагаются, или произвести оплату через вебмани. Из-за такого мошенничества многие теряют доверие к любым просьбам о помощи и отворачиваются от тех, кому помощь действительно необходима. Наш совет. Если вы увидели объявление о сборе денег для ребенка, попробуйте установить контакт с его родными или автором сообщения. Уточните фамилию ребенка, узнайте диагноз, в какой больнице он находится, какое лечение планируется и какова точная сумма для сбора средств. Если разговор не вызвал у вас подозрений, не оставайтесь равнодушными. Способ третий. Купить билет и не улететь. Если вы часто покупаете билеты на самолет онлайн, будьте осторожны. Вы можете попасть на клон любимого сайта. Не покупайтесь на слишком низкую цену билета в сравнении с остальными предложениями. Скорее всего, это ловушка. Особенно много таких предложений попадаются в соцсетях. Поэтому лучше перепроверьте наличие билетов и бронь на сайте авиакомпании или проверенного агентства. Еще один способ отличить мошенников – это способ оплаты. Они редко связываются с банками, поэтому предлагают оплатить прямым переводом на карту или электронными деньгами. Наш совет. Любой сайт можно проверить на специализированных сервисах, где вы можете посмотреть владельца домена и дату его создания и регистрации. Если сайт работает пару месяцев, то, скорее всего, это клон. Интернет – место не только больших возможностей, но и возможных потерь. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников. Мне всегда было интересно, как работает сотовая связь. Мне сложно понять, как я, включая свой телефон и набирая номер, могу спокойно разговаривать с любым человеком. Неважно, находится он в этом же городе или на другом конце планеты. И это я еще не говорю про мобильный интернет и прочие функции. Наши корреспонденты разобрались в основах передачи сотового сигнала и готовы с вами поделиться. МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ Базовая станция просит ее выделить голосовой канал для звонка. Базовая станция отправляет запрос на контроллер, к которому она относится, а тот переадресует его на коммутатор. Коммутатор в сотовой сети определяет, куда вы звоните, кто звонит вам и можно ли звонить вообще. Если ваш друг является абонентом той же сотовой сети, то коммутатор сверится с базой данных своих абонентов и выяснит, где в данный момент находится вызываемый – в домашнем регионе или роуминге. Затем ваш звонок переводится на соответствующий коммутатор, потом на контроллер и на базовую станцию, которая свяжется с мобильным телефоном вашего друга. Если же вы звоните абоненту другого оператора или на городской телефон, то коммутатор обратится к соответствующему коммутатору другой сети, а дальше схема повторится. И все это за секунды. Теперь понятно, из чего в основном складываются цены на мобильную связь. Операторы должны обеспечивать бесперебойную работу всего оборудования, расширять свою сеть, чтобы каналы не были перегружены и могли пропускать одновременно миллионы звонков, смс и интернет-трафик. Связь мегафонов Чуваши, к примеру, обслуживает более 600 базовых станций, которые обеспечивают покрытие 95% территории республики сетями трех поколений – 2G, 3G и 4G. У каждой свои преимущества. По технологии 2G передается основная масса звонков. 3G включает в себя как голосовые сообщения, так и передачу данных. 4G обеспечивает высокоскоростной доступ в интернет до 100 мегабит в секунду. В Чуваши он есть, в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше, АллатРе и Кугесях. Компания Мегафон не стоит на месте, постоянно развивается. Вот уже последние 12 лет мы занимаемся не только строительством базовых станций, но и расширяем существующую сеть. Это как-то дополнительные вешаемые сектора, поднимая дополнительные сущие для того, чтобы наши абоненты получали качественный, надежный сервис. Летом Мегафон модернизировал треть базовых станций 3G. Эти меры позволили добиться высокой успешности соединений и в 2-3 раза увеличить число абонентов, одновременно пользующихся связью в радиусе покрытия этих базовых станций. Особое внимание при этом было уделено частному сектору, где мобильная сеть – единственное средство выхода в интернет. Со своей стороны абоненты тоже могут придерживаться некоторых правил, чтобы оставаться на связи. Совет номер один. Быстро едешь – хуже слышишь. При слишком быстром движении автомобиля абонент быстро переходит из зоны действия одной базовой станции в другую, а мобильное устройство просто не успевает переключаться, и связь может временно пропадать. Соблюдайте скоростной режим, и это поможет сохранить не только связь, но и здоровье. Совет номер два. Экономь батарею. Сохранить заряд батареи телефона поможет установка автоматической яркости экрана, отключение вибросигнала и неиспользуемых функций, которые потребляют энергию даже в режиме ожидания. Закройте неработающие приложения и уберите обои, оставив вместо них темный экран. Аккумулятор будет жить на 30% дольше. Совет номер три. Спешить не надо. Если при звонке соединение не удалось установить с первого раза, лучше подождать несколько секунд перед повторным набором номера. В противном случае это просто увеличит нагрузку на сеть. Совет номер четыре. Найдется все. В поездках актуальными будут приложения по поиску гаджетов. Современные технологии и масштабная сеть оператора помогут определить местонахождение потерянного устройства. Пока запущено приложение, вы будете видеть на другом мобильном гаджете место, где находится ваш смартфон или планшет. На сегодня все. Используйте технологии себе во благо и упрощайте свою жизнь. Смотрите «Айти не обойти» на национальном телевидении Чувашии и на нашем канале в YouTube. А я с вами прощаюсь. Всегда на связи. Оксана Ачкасова. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!